МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Приехала в гости и погибла". -"Основная категория людей, то есть и гибель в основном у нас составляет именно на территории садоводческих кооперативов". Спасатели устанавливают причины трагедии в СНТ «Маяк». Зоны отдыха, парки и спортплощадки для сельских жителей. -"Надо внимательно посмотреть на этот пустырь и расширить вот эту центральную часть поселка". Депутаты окружной думы оценили уровень благоустройства в Водинске, Мегете и Саватеевке. Каким должно быть образцовое предприятие? -"Вы видите, какие раздевалки, какая возможность заниматься спортом. Две тысячи сотрудников работают на автобазе". Председатель областного парламента дал оценку ангарскому автоперевозчику. На телеканале АКТИС «Время новостей» в студии Елена Токмина. Здравствуйте. Стали известны детали трагедии, которая произошла 12 августа в садоводстве «Маяк». 57-летняя жительница Шелихова погибла, находясь в гостях у дочери. По информации МЧС, после застолья она пошла спать на второй этаж, где, возможно, закурила и уснула. По предварительным данным, диван начал тлеть, и пенсионерка задохнулась от угарного газа. «На территории Ангарского городского округа на сегодняшний день зарегистрировано с начала года 97 пожаров, на которых, к сожалению, гибель составила 10 человек, пострадало 3 человека. По сравнению с прошлым годом показатели увеличены по погибшим людям. Значит, основная категория людей, то есть и гибель в основном у нас составляет именно на территории садоводческих кооперативов». Сегодня состоялись похороны погибшей. Также 12 августа на территории области погибли еще три человека. В связи с ростом трагедии в садоводствах решено провести месячник пожарной безопасности на территории области. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению Руслана Юсибова, который, по версии следствия, вместе с подельником осуществлял незаконные перевозки и сбыт спиртосодержащей жидкости под видом косметической продукции «Боярышник». В составе продукта был метиловый спирт. Его подельник Афик Абасов сейчас находится в бегах. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Буквально в феврале этого года оглашен приговор иркутской предпринимательницы Елене Бокотиной и продавцу Олесе Вегера, которые сбывали спиртосодержащую жидкость для ван «Боярышник». Суд приговорил женщин к 4 и 3 годам лишения свободы. Мегет, Одинск и Саватеевка в рейд по внегородским территориям накануне отправились депутаты окружной думы. Главная цель поездки – контроль за реализацией программы благоустройства. О своих нуждах гостям рассказали и сами жители. Подробности в нашем следующем репортаже. В планах дополнить у нас детскую площадку здесь. Начальник управления по внегородским территориям Алексей Хлюстов рассказывает коллегам, что сделано в этом году. Для маленьких мегетчан – игровая площадка. Но, пожалуй, самое важное изменение коснулось центральной площади поселка. Здесь появились удобные скамейки, пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой. В конце лета подрядчики планируют высадить деревья. На очереди по благоустройству одна из главных улиц – Рождественская, по которой жители добираются до поликлиники. Надо внимательно посмотреть на этот пустырь и расширить вот эту центральную часть поселка. А это уже улица Одинска. Молодежный был отремонтирован в прошлом году. Здесь перенесли остановку автобуса в центр села, что стало очень удобным для жителей. В этом году предусмотрено выполнение первого этапа капитального ремонта улицы Рассвета, а также подсыпка песочно-гравийного покрытия Бирюзовой. В планах проектирование и ремонт еще нескольких улиц. Линия находится в таком уже достаточно давнейшем эксплуатационном состоянии. И часто. Вот июль месяц не харадит. Неделя светит. Двое-трое суток не светит. Депутат Василий Рогов рассказывает коллегам о проблемах с электроэнергией. В Саватеевке это не единственный острый вопрос. Прошлый отопительный сезон помотал нервы десяткам местных жителей. Депутаты обсудили возможность вхождения территории в областную инвест-программу. Убедились в том, что все намеченные задачи реализуются. Все те планы, которые мы себе написали, так скажем, проводятся в жизни. Есть определенные сложности, имеющие объективный характер. Обсудили мы вопросы, проблемы, которые, к сожалению, уже много лет остаются актуальными. Хотя наметились определенные позитивные моменты в их разрешении этих проблем. В частности, по электроснабжению нескольких улиц в Мегете. По развитию южной застройки в Одинске. Сегодня мы были на котельной, где уже за много лет, наверное, сегодня нет той остроты проблемы, которую мы имели каждый раз перед началом отопительного сезона. В этом году на благоустройство, строительство и содержание дорог, а также развитие сферы культуры и спорта на сельских территориях из местного бюджета направлено 62 миллиона рублей. Мария Константинова, Алексей Выборов. Местное время. Высокую оценку областного парламента получило ангарское предприятие «Автоколонна-1948». Накануне автопарк посетил председатель законодательного собрания региона Сергей Брилко. Почему спикер назвал организацию образцовой, расскажем далее в программе. Ангарск, пожалуй, единственный город в Иркутской области, где общественный транспорт работает без боев. Автоколонна не висит на бюджете тяжким временем. Именно поэтому председатель регионального парламента Сергей Брилко включил визит на предприятие в план рабочей поездки. Руководитель компании Сергей Шарков первым делом ведет спикера к собранию в мастерской цех «Сердце автоколонны». Здесь специалисты не просто восстанавливают автобусы, они дают им вторую жизнь. Процесс называют углубленным ремонтом, однако на самом деле из подруг мастеров выходит абсолютно новая техника. Начинаем углубленку, раздеваем, гнило, гнило, начинаем все применять и получается почти как то, что создание собственного тела. Серийный автобус, произведенный на заводе в условиях сурового сибирского климата, изнашивается в первые же годы эксплуатации. После реконструкции механиками автоколонной машине уже не страшны 30-ти градусные морозы и весенняя слякоть. Создание такого транспорта здесь готовы поставить на поток. Предприятие располагает помещениями, технической базой и специалистами. А это уже диспетчерская. Здесь работает справочный центр. Сотрудники по телефону сообщат, где и во сколько появится нужный автобус. Но узнать точное расписание можно и самостоятельно. Значительная часть ангарчан активно пользуются мобильным приложением GoToBas. И человек, понимая, во сколько ему нужно выйти на остановку, спокойно коннектируется со своим автобусом. А если пустить вечерний рейс, почему эта проблема в области не решена, человек, выходя на остановку, он не понимает ситуацию. Или автобус уже ушел, или его надо ждать и вызывает такси. Это стоит беден. Поэтому тоже эту задачу мы ангарские решили на 100%. Кстати, вечерний рейс – еще одна особенность ангарской транспортной системы. На самых востребованных маршрутах допоздна ходят как минимум по два автобуса. Такие удобства жители округа давно оценили. Но комфортом, к слову, пользуются не только пассажиры, но и работники предприятия. Сергей Шарков показывает спикеру парламента условия, созданные для отдыха водителей. Массажные кресла, уютные столики, просторный спортивный зал. Вы видели, какие раздевалки, какая возможность заниматься спортом. Две тысячи сотрудников работают на автобазе. У нас по объему еще такая есть автобаза Верховская область. У нас, по крайней мере, получается сегодня налаживать и инфраструктуру транспортную, социальную для работников. И наше гордость, что это без рубля бюджета. Не привлекая финансирования за кружные казны, в этом году в Ангарске удалось построить и новую автостанцию. Для этого автоколонна «1948» привлекла инвесторов. Важный транспортный объект горожане ждали более 20 лет. Теперь здесь комфортный зал ожидания, кондиционер, электронное расписание. Удобные места для посадки. На этом руководитель автоколонны «1948» не останавливается. Говорит, решили одну задачу, нужно браться уже за следующую. Сейчас коллектив предприятия работает над тем, чтобы сделать городские автобусы удобными для маломобильных пассажиров. В конце августа мы будем презентовать решение указов президента Российской Федерации. Это федеральные программы «Доступная среда». Мы полностью решим задачу по доступной среде транспортного города Ангарска. Как выглядят новенькие автобусы, пока секрет. Но ангарчане узнают об этом уже очень скоро. Наталья Никифорова, Дмитрий Швецов. Местное время. В Ангарске завершена проверка учреждений дополнительного образования. 14 августа межведомственная комиссия, состоящая из представителей надзорных органов и специалистов управления образованием администрации округа, провела заключительную приемку школы искусств. Могут ли родители быть спокойными за своих детей, выясняли наши корреспонденты. В Центральной детской школе искусств все готово к новому учебному году. Установлен домофон, который не позволит попасть в помещение посторонним лицам. В коридорах и рекреациях поставлены специальные противодымные двери с доводчиками. Высокая изоляция в случае ЧП позволит не только содержать пламя и высокую температуру, но и станет преградой для дыма. Кстати, заменить всю систему безопасности администрация школы решила после того, как однажды не сработал один из пожарных кранов. Еще у нас в этом году большое событие, потому что администрация города нашла возможность сделать нам благоустройство нашей школы, потому что у нас очень старый был асфальт. Все уже давно пришло в негодность. Мы пытались каждый год своими силами, заливали цементом ямы, еще чем-то. Вы сами понимаете, что это все было очень недолговечно. В составе комиссии сотрудники Росгвардии, пожарной службы и управления образованием. Они дали высокую оценку подготовке учреждения. Эвакуационные выходы содержатся в порядке, ничем не загромождены. Обеспечен доступ к уличным гидрантам, исправно работает сигнализация, тревожная кнопка и система видеонаблюдения. На исполнение требований безопасности комиссия проверила все учреждения дополнительного образования. У нас две художественных школы, четыре школы искусств прошли вот эту проверку. В проверке очень серьезная работа, подготовка проделана. Это и пожарная безопасность, это и в каждом учреждении разработаны паспорта дорожной безопасности. Есть схемы безопасного движения маршрутов детей к нашим образовательным учреждениям. Теперь родители могут быть спокойны, ведь они доверяют педагогам самое дорогое – своих детей. Юлия Хохрякова, Роман Буйнов, Местное время. В товариществе Новоясачная исцеляющая земля. К такому выводу за много лет пришли и сами жители. История особенного места рядом с городом в нашей рубрике «Садоводство» с большой буквы. Забавный водяной яркая матрешка и кокетливая баба-яга – такие сказочные герои встречают гостей на участке Лидии Корякиной. Баянист по образованию, но художник в душе. Она мастерит удивительные поделки из папье-маше. Даже маленький пруд с журчащим фонтаном – дело рук этого творческого человека. Из 18 соток половина участка окутана настоящим волшебством. Я работала 40 лет с детьми, начиная с ясельного возраста. И вот закончила работу в гимназии. И я всегда детей воспитывала на сказке. Поэтому те дети, которые проходят школу сказки, они становятся мудрыми. Вот простая истина. Садоводство «Новая Ясачная» образовалось от старой маленькой деревушки, которая называлась «Заимка Новая Ясачная». Вообще у СНТ есть своя интересная легенда. Один из коренных жителей сильно заболел. Фёдор Булунёв, будучи совершенно неверующим человеком, стал молиться об исцелении. И болезнь ушла. На берегу Китоева сдвигли крест. Теперь для садоводов это священное место. Это оберег нашего садоводства. На этом месте мы проводим в основном собрания наши, какие-нибудь слёты. Мы организовываем очень много праздников и зимних, и летних у нас. И все мы встречаемся в основном у поклона креста. Товариществу в этом году исполнится 40 лет. От деревни осталось лишь часть названия и несколько жителей, которые пока не вступили в ряды садоводства. Хотя в СНТ отличная инфраструктура. Своё водоснабжение, электростанция, хорошие дороги и, самое важное, свой пункт оказания экстренной помощи. Очень хорошо мне понравилось, что у них электроэнергия, электричество, протянутые линии, и на каждой улице у них стоит автомат и счётчики. Это очень удобно и для председателя, и для самих садоводов. Где-то нужно, если работу какую-то провести, они отключают эту улицу, другие не страдают от этого. Но самое главное в Новой Исачной – это коллектив дачников. За годы они сплотились и сейчас вместе проводят все праздники. Один из самых ярких – это День урожая, когда каждый демонстрирует результат своего труда. Кооператив отличный. Это счастье быть в таком садоводстве, иметь дачу. Народ весь отзывчивый, красивый, внимательный. Все бы какие ни были новые инновации, все принимают на ура. В Новой Исачной 357 участков, 80 из них проживают круглый год. Места здесь особое, про такие говорят намоленные. Люди открытые, вместе как одно целое. Поэтому здесь дышится легко, в сердце радость, а на душе счастье. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Экспозиция «Образы Сибири» открылась накануне в художественном центре. Свои работы представили участники 8-го международного фестиваля современного искусства «Перворыба». Он ежегодно проходит на Байкале. В этом году участие в нем принимали актеры театра из Франции. Авторы привезли в Ангарск лишь часть коллекции. Около 20 полотен и 3 деревянные скульптуры. У нас есть традиционный экологический проект, связанный с изготовлением вот такого дизайнерского блокнота из бумаги «Крафт». Бумага «Крафт» – это бумага вторичной переработки. И мы с большим удовольствием сберегаем лес от вырубок. Выставка «Образы Сибири» будет работать до 12 сентября. Бегом в парк. Спортивная эстафета проходила накануне в парке «Десятилетие Ангарска». Мероприятие приурочили в дню физкультурника. Попробовать свои силы в забеге на 2,6 километров вызвались и взрослые, и школьники. Основная масса участников – любители спорта. Однако судили их по всей строгости. Среди подростков победу одержал Дмитрий Большаков. Он быстрее всех преодолел дистанцию в 2 километра. Ольга Шведова заняла лидирующую позицию среди женщин в забеге на 6 километров. А Иван Березовский пробежал этот путь за 17 минут и 6 секунд, обойдя всех своих соперников. Следующий массовый забег пройдет в субботу, 18 августа, в рамках спортивного фестиваля «Парк Атлон». И таковы новости дня. Всего вам доброго и до встречи!